Итак, на прошлом занятии мы получали общее решение для уравнений частных производных, линейных, однородных, неоднородных, а также решали для них задачу каши. И в конце лекции была такая иллюстративная тема, это об автомодельных решениях уравнений частных производных или систем уравнений частных производных. Вот эта вот иллюстративная тема, она как раз на неделе вызвала интерес, и там несколько вопросов задали и посетовали на то, что пунктир, который был слишком большой, чтобы можно было перепрыгнуть, поэтому желательно более подробно. Ну, просто люди, видимо, решают таким методом свои задачки, вот они попросили, значит, это мы сделаем. И тогда введение опять. Значит, есть ли, пусть у вас есть система уравнений в частных производных, ну, или одно уравнение в частных производных. Ну, к примеру, давайте посмотрим, это Пси по Т, плюс Пси ХХ, плюс Ню, скажем, О, так бывает, Пси в квадрате, Пси. Вот, это уравнение в частных производных, поэтому решать его достаточно непросто, да еще она тоже нелинейная, здесь кубическая нелинейность. Но можно попытаться найти Пси как функцию, тут у нас ХТ, как функцию одной переменной, Фи от ХТ. Вот в качестве этой функции Фи от ХТ, ну, вот в практике исследованы, часто могут быть такие вот функции взяты. Х минус лямбда Т, это означает, что мы решение ищем в виде бегущей волны. Лямбда – это некая скорость, которую вот следует потом определить. Может быть, вот так вот, Х на Т, а может быть, вот так вот, немножко похитрее, Х на Т в степени Альфа, Альфа больше нуля. Вот такая вот. Ну, если посмотреть вот сюда, то, в принципе, видно, что вот, в принципе, может быть и решение в виде бегущей волны для этого уравнения. Ну, действительно. Вот, скажем, у нас переменная Х минус лямбда Т. И пытаемся найти решение вот этого уравнения нелинейного, такой, с квадратичной, с кубической, значит, нелинейностью. Подставляем туда и получаем, что у нас Пси штрих по Т. Тета дифференцируем по Т. Это у нас будет на минус лямбда умножить плюс Пси ХХ. Значит, здесь будет Тета Тета, но Х единичка. Плюс Ню Пси в квадрате Пси равняется нулю. И так можно попытаться найти решение вот такой в виде бегущей волны. Как видите, вот такое, оно сводится, уравнение частных прозвонок сводится к уравнению обыкновенно-дифференциальному уравнению. Ну, вообще-то это похоже на уравнение Шердингера. Ну, оно вот в таком виде. Просто там есть некие тонкости. Там уже функция комплексная ищется Пси ХХ. Ну, и там, скажем, Ню Пси в квадрате Пси. Здесь просто есть такая особенность, что когда вы ищете решение в виде комплексной функции, то вообще-то говоря, Пси и в виде бегущей волны Пси от ХТ в таком виде. Пси от Х минус лямбда Т. И сюда можно добавить еще комплексное число, зависит от ХТ, модуль, который равняется единичкой. Минус И, альфа, ну, давайте будет так, альфа Х плюс И, бета Т. Ну, если мы подставим сюда, вот относительно переменной будет частной производной. А вот это вот, посмотрите, экспонента, модуль, который единички, вот здесь она пропадет, вот здесь модуль единичка. Здесь будет множитель ее. Когда мы продифференцируем вот по ХХ, то же самое, вот по-прежнему экспонент останется, и здесь тоже останется. А потом она просто сокращается и просто остается уравнение. То есть вот здесь небольшая тонкость. Вот это уравнение Шрингера, это одномерное уравнение с кубической нельюненькостью, оно имеет любопытное решение в виде селитонов. Ну, в этом случае вот наша Фи, она будет Х минус лямбда Т. Она будет у нас, ну, там пропорционально константа, умножить вот на эти, альфа, бета там связаны между собой, и здесь будет косин гиперболический. СХ, и здесь будет, ну, константа, и на Х минус лямбда Т. Ну, там есть вот такой. То есть это будет такой вот столбик, который будет двигаться. При лямбда больше 0 слева направо, при лямбда меньше 0 справа налево. Если будет два столбика, идущих на встречу, они будут в данном, во всяком случае, нелинейности упругое взаимодействовать, они сольются, потом это и пройдут, и без изменений пройдут дальше. Я не помню, там фаза меняется у них или нет, как в синегордоне. Вот, то есть, вот, смотрите, вот такое вот применение в виде, ну, и, как бы, примеры великих. Вот Максов, когда написал второй вариант своих уравнений Максов, он посмотрел вот именно бегущую волну, и выяснил, что лямбда там скорость света, и лямбда равняется С, и возникли такие подозрения, что, может, и свет тоже, как бы, электромагнитно имеет природу. Но он не ошибся. Вот, теперь давайте посмотрим. Вот это вот здесь неприменимо для такого уравнения. Ну, вот, если посмотреть другое уравнение, например, Пси по Т, здесь у нас, скажем, Жи по Пси, Пси, ну, может, второе производство, может, четвертое поставить, не волнуй. Вот, скажем, вот такое. Ну, это, как бы, обобщение немножко тут походит на теплопроводность. Если бы была двоечка, здесь была бы теплопроводность. Ну, давайте посмотрим. Для нее, конечно, годится вот этот вот, в виде бегущей волны, но можно попытаться вот этот вот, ну, более общий, посмотреть, что там за альфа подобрать. Давайте поищем в виде Кси, равняется Х на Т альфа, и подставим сюда. Давайте посмотрим, что будет у нас. Пси штрих по Кси. И Кси дифференцируем по времени. Здесь будет минус Х Т альфа плюс 1. Так, равняется Ж от Кси. Так, а здесь мы по Х дифференцируем. Здесь у нас тогда будет Кси, 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 Кси. А здесь каждый раз будет множитель единичка на Т альфа. На Т альфа, и того будет четыре раза их так. Вот, посмотрите. Теперь вот здесь вот так делаем. Вот это у нас, это будет Кси, поэтому у нас Кси штрих по Кси, минус Кси, единичка на Т. Равняется Ж от Пси. Так, пардон, Ж вот так вот у нас, Ж от Пси. А здесь у нас Пси, четыре производных. Так, Пси. И единичка на четыре. Так, Т, четыре альфа. Ну, от Т желательно избавиться. Поэтому получаем, что здесь Т у нас из равенства равняется Т четыре альфа. Ну, получаем, альфа равняется одной четвертой. Да, можно поискать решение и в виде бегущей волны, ну и в виде вот такой, пожалуйста. То есть альфа равняется... Ой, одной четвертой. Вот такая преамбула. Значит, автомодельное решение их переменных так много. Ну, на самом деле, часто это вот это, потому что это бегущая просто волна. Особенно для линейных уравнений, самое то, получается. Ну, вот такие вот еще. Ну, еще может быть это, но это уже от специфики задачи. Вот. И дальше рассматривалось решение для уже системы уравнений мелкой воды. Давайте я вам выпишу. H плюс HU. И мы просто сейчас подробно посмотрим, изучим и нарисуем. Вот, чего не хватало. Видим, которое там... HU по Т плюс HU в квадрате. И давайте так сюда. Одна вторая. GH в квадрате штрих по Х равняется нулю. Значит, это одномерное уравнение мелкой воды. Можно их двумерными сделать. Можно даже лев дна там использовать. Тут у нас горизонтальное дно. Вот вода. Вот у нас высота воды. Жидкости HXT. И скорость изучается вот в таком виде. Вот XT. Скорость осреднена по всей толще воды. Здесь у нас ускорение свободного падения. Ну, такое уравнение мелкой воды. Они годны. Если у вас высота воды много меньше, скажем, характерного горизонтального размера, на которое присущи вашей задаче. То есть, ГЛ горизонтальная. Тогда изменением жидкости, ой, скорости в жидкости по высоте можно пренебречь. Это действительно так. Это введено в выведенном уравнении первую треть 19-го столетия. Это Сен-Винан выигр. Поэтому они называются уравнения мелкой воды или уравнения Сен-Винана. Закон о сохранении массы. Закон о сохранении импульса. Что касается здесь, закона о сохранении полуэнергии. К тому времени он еще не был сформулирован. Но когда будет сформулирован, то здесь, когда три уравнения, еще возникнет газовая динамика. А потом уже спустя, ну это уже к концу 19-го столетия, а потом будет уже где-то в 50-х годах, уже 20-го столетия, еще газовая динамика, идеальная магнитная газовая динамика, когда к уравнению трем закон о сохранении, еще закон индукции Фарадея присоединяется. Ну что можно сказать? В 1860 году Римман нашел автомодельное решение для этой системы уравнений. Вот как раз искал У, давайте, H от Х на Т и У от Х на Т. И для многих систем уравнений, частных производных, которые составляют базис уравнений математической физики, такие квазилинейные. Вот как раз ищется. И вот то, что было найдено, это было называется либо волна разрежня, либо волна Риммана. Но они одинаково на русском языке обзываются. Либо, если англоязычный, это будет RRF Action Wave или Riemann's Wave. То же самое будет. РВ. Ну давайте посмотрим. Но сначала немножко подготовим, потому что здесь немножко сложновато. Значит, G это у нас понятно, скорее всего года падения. Немножко вот это преобразуем уравнение, чтобы оно попроще было. Делаем так. H по Т У плюс H У по Т Это я первый раз писал производную. Здесь у нас будет H У У по Х Дифференцирую по Х вот таким образом. Плюс H У штрих по Х У Ну Как произведение. Ну а здесь просто раз пишем G H H Штрих Х По Т Считаем, что это у нас гладкие Дифференцировать все можно, гладкие решения. Давайте посмотрим вот это. Вот H По Т У Может на У И И Штрих По Х С использованием вот этих уравнений это будет ноль. Ну потому что это вот это. И тогда получаем немножко такую попроще систему к уравнению. И что у нас давайте посмотрим H По Т Ну я распишу производную. H По Х У Плюс H У Равняется нулю. Ну и здесь конечно резко упростилось уравнение. По Т Плюс У У Х Плюс Ж От H Х А равняется нулю. Вот такая упрощенная немножко системка с использованием. Так, сейчас просто подставим. Будем Кси Относительно Кси искать. Значит H От Кси У От Кси И Кси У нас Х на Т Ну вот Римон, кстати, первый, который вот нашел это В 1860 году. Ну как-то она Не очень была замечена. Хотя там много очень любопытных идей было. Но спустя там несколько десятилетий Все нормально. Все нашло. Так, вот это, кстати, посмотрите. Вот первые два члена. Это не линейное уравнение переноса. Вот ко мне вопрос там задавали. Как его решить? Что-то, говорит, не получалось. Мы это рассмотрим. Просто отдельно. То есть вот уравнение переноса. Если линейзуем, вот здесь у нас как бы константа будет. И просто у нас такой перенос. Ну вот, существенно, что у. Там человек не получилось, наверное, показал ошибочку. Но давайте мы в более общем виде потом рассмотрим. Итак, подставляем. Так, H по T. Так, это будет по XI и по T. Здесь у нас будет минус X на T в квадрате. Так, плюс H по X. Ну, по XI, единичка на T. Ну, это умножить на U. Плюс H. Здесь у нас будет по XI и единичка на T. Равняется 0. Это первое уравнение. Ну, второе смотрим. У по T будет минус X на T в квадрате. И тут то, что осталось у нас. U. U кси на единицу на T. Так. И плюс G. H кси. И тоже по X, значит, единичка на T. Ну, вот здесь то, что было вот здесь. Смотрите, пожалуйста. Здесь у нас T. У нас здесь вот T. И можно просто это сократить. Посмотрите, вот здесь у нас сокращается. Сокращается, сокращается. Так, уравняется только 0. Сокращается здесь. А это будет минус кси. То есть мы достаточно непростой квазилинейную систему уравнения частных производных, ну, правда, двух переменных, вот свели к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Всего только двух. Ну, давайте порешаем ее. Так, я вот это стираю, потому что это нам не понадобится. Давайте продолжим, как и решить. Так, значит, у нас H кси. Так, там у нас будет... Значит, еще у нас вот H кси, H кси. Значит, U минус кси здесь. Ну, я привожу подобное. Плюс, там осталось у нас... Так, H у кси равняется 0. Так, теперь при H кси. Так, пардон. Так, ну да, H кси. Там, что у нас тут? H кси просто же. Да? Так, и здесь у нас будет у кси равняется 0 и чё при у кси. Значит, вот у нас у и тоже минус кси. Вот у минус кси. Вот такая системка уравнений. И вопрос такой. Что будет, если детерминант вот такой системы уравнений у нас получились? У минус кси, У минус кси, H и G не 0. Тогда у нас будет ривиальное только решение. То есть H кси 0 и U кси 0. Поэтому для того, чтобы получить нетривиальное решение, отличное от константы, нам нужно вот такое условие выполнить. Ну и то же самое пример, как собственные числа ищутся, собственные векторочки там, чтобы собственный вектор был нетривиальным, отличный от нуля. Ну, отсюда мы соотношение получаем. Их 2, У минус кси в квадрате равняется G, H. Ну, здесь принято обозначение. Вот такое вот С в квадрате равняется у нас G, H. С это скорость, вот если линеризовать системку, уровнение мелкой воды С, корень из G, H, это скорость распространения малых колебаний. Поэтому вот это будет у нас С в квадрате. И получаем вот такое пару соотношений. Первое, значит, У минус кси равняется С. И второе, У минус кси равняется минус С. Вот. А сейчас мы возьмем вот, скажем, одно соотношение вот это и подставим вот место какого-либо уровня. Потому что они у нас раз детерминат 0 зависимы между собой. Поэтому какое-нибудь одно, то, которое не нравится, вычеркиваю. И смотрим, что получится. Так, давайте я знаю, что это все уберу. Значит, это мы сделали, получили вот это. Так, это мы потом поработаем. Ну, не знаю, ну, давай, ну, вот это уберем. Так, давайте первый посмотрим. Ну, а не нас так. Так, здесь минус С. Давайте У равняется так, С плюс кси. Вот так вот. Ну, вот такая вот равненница. Давайте его порешаем. Ну, естественно, только у нас тут мы С ввели. Поэтому давайте вот здесь H заменим на вот здесь на С в квадрате. У нас GH равняется С в квадрате. Поэтому H равняется С в квадрате на G. Ну, просто, чтобы размерности были У и С, а одни и те же, это скорости. Ну, давайте посмотрим, что будет. Так, пардон. Там чего было, когда кси-то перешли? Что-то не все стерло. Что там было, когда кси-то? Значит, первое уравнение... А, вон оно. Господи. H. Это тут еще до уже H. Значит, зачеркаем первое уравнение и оставляем здесь. Плюс У минус кси на У кси. Вот. Это еще было до того, как ввели автомодельную переменную. Значит, первую вычеркиваем, потому что здесь у нас детерминат 0, поэтому строки зависимы. Я с ним вот это соотношение берем. Например, это. Ну, может, потом второе посмотреть. Итак, У равняется С плюс кси и H кси-Ж С минус Е ага, у кси. Давайте посмотрим, что у нас. H кси равняется 2 С, С кси на Ж. Так. Ого, ну, заменяем вот это вот уравнение. Так, это пока оставляем. С плюс кси. А здесь у нас будет 2 С, С кси на Ж. Здесь у нас на Ж. Ж у нас сократится. Так, У минус С. У минус кси это С. С у кси равняется 0. Так, и получаем такую систему уравнение. Да, еще и С сокращается. Посмотрите, С сокращается и вот это С. Здесь остается вот так вот. Вот это уравнение переходит вот к чего? 2 С кси плюс У кси равняется 0. Так, давайте я стираю вот здесь и продолжим просто сейчас. Дальше. Вот такие вот простенькие достаточно уравнения. И получаем вот что. значит, У равняется С плюс кси и у нас 2. Давайте я запишу вот в таком виде. У кси равняется 0. Такое соотношение. Значит, вот это вот здесь константа, которая возникает. Потом, после того, как все это укоренилось, называется константа инвариант Риммана. Давайте напишем У, Ре, С плюс кси. А здесь у нас будет 2 С плюс У равняется, ну, давайте, дубль в 0. Вот такая стенка уравнения. И осталось выразить через кси, а потом построить, что, собственно, у нас получилось. Давайте поглядим. Так, ну, здесь у нас примеры были. Так, это то, что мы еще не задействовали. Давайте посмотрим, что здесь у нас будет. Так, выражаем, у подставляем сюда. здесь у нас будет 3 С. И так будет у нас 3 С. Давайте я здесь напишу. Значит, 3 С. Здесь у нас плюс кси равняется W 0. С равняется минус кси на 3 плюс W на 3. А У у нас равняется вот, вот это вот добавить. То есть, вот к этому добавить еще С сюда. и у нас будет минус плюс 2 третьих кси плюс W 0 3. Ну, это удобно просто через скорость, потому что там линейные функции. Теперь давайте посмотрим, что, собственно, получилось. Так, сейчас дайте сообразить так, кси сюда. Это мы сейчас с вами рассмотрели то, что называется левая волна Риммана. Левая ВР. Почему левая? Сейчас просто дорисуем картиночку и посмотрим, что там творится. Итак, у нас есть вариант и есть вот от кси. Давайте посмотрим, где кси, вот у нас х на т. Ну, теперь как-то это нужно начертить, что, собственно, мы получили. Давайте поглядим. Ну, здесь принято так вот. Это у нас по т, это у нас х. х на т константы. когда х на т константы, это будет луч. Вот такой вот. Сейчас посмотрим, что будет у нас. Табличку составим, что у нас творится будет. Так. Давайте посмотрим. Ну, вот здесь было трудность у людей, что-то они как-то там получили, но как с ними работать, с этим результатом. Так что вот у нас, смотрите, х на т, это как бы тангенс наклона, это вот эти вот. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, вторую я уберу, чтобы она не мешалась. У минус у кси равняется минус с. Давайте поглядим, что будет. Итак, у нас есть вот это, есть у нас еще даже инвариантик. Можно проверить, что 2с на у, здесь у нас 2с, да, сокращается, а здесь будет W0. Итак, давайте посмотрим. Кси 0. Кси 0 это при кс равном 0. Вот он. Давайте посмотрим, что будет на этом молче. Кси равняется 0. Так, здесь у нас будет вот что. Вот и наше решение. Значит, здесь С равняется подставляем сюда W0 на 3. А у нас тоже W0. Ну, это вариант Риммана, он зависит от начальных слов, мы дальше просто поищем, посмотрим, изначальных условий требуется. Теперь давайте посмотрим. вот С. Это, вообще говоря, корень из GH. Естественно, что он больше нуля. Так вот вопрос, в каких пределах может меняться кси? Ну, наверное, тогда, когда h равняется нулю. Посмотрите, минус кси на 3 плюс W0 на 3 равняется нулю. Это значит, кси равняется W0. Значит, кси равняется W0. С у нас равняется нулю. Ну, а у, из-за того, что у нас есть вариант Риммана, он будет максимальным. У нас, естественно, равняется W0. Теперь смотрите, вот кси 0 мы начертили, а кси равна W0, это вот она где-то идет. Кси равняется W0. Ну, вот, х на t. И на этой вот линии С у нас равняется нулю, а у нас имеет максимальную скорость возможную. Это будет W0. Теперь давайте посмотрим, как вот пойдет сюда. То есть, в левую сторону. Что там творится будет? Давайте поглядим. Какой у нас кси может быть? До какого? Ну, давайте посмотрим. Вот у нас у. У у нас, смотрите, растет. Был W на 3, потом W0 максимум, ну, а c падает, c0. Значит, скорость, когда идет сюда, она будет все время уменьшаться до того, как скорость станет 0. Волна разреженная вот как возникает. Вот здесь мы кладем, например, h равное h1, у равняется, вот здесь h0, u1 равняется 0, ну, а здесь h2 равняется 0, u2 равняется 0. То есть, просто вот такая вот ступенька постоянно и предоставляет само себе. Сейчас рисунок начертим, чем будет. Давайте посмотрим, что у нас тут может быть, когда у станет равным 0. у становится равным 0, вот когда 2 третьих кси плюс W0 на 3 равняется 0. Отсюда у нас кси равняется минус W0 на 2. Так, кси равняется минус W0 на 2. Естественно, тангенс наклона вот сюда пойдет уже налево. Здесь у нас кси равняется W0 по вам. Так, давайте проверим скорость-то правильно. Наверное. Значит, если подставить сюда, то должно быть у нас 0. Да. И теперь С давайте посмотрим, чему равняется С. Значит, С у нас равняется вот здесь. Так, скорость здесь будет 0. И теперь С осталось посчитать. Значит, будет минус кси на 3 плюс W на 3. Это С у нас. и будет у нас подставляем минус W0. Это будет минус плюс W0 пополам на 3 плюс W0 на 3. Так, 1 треть выносим, треть W0 пополам. Ну, в принципе, это должно быть, потому что, когда у нас, смотрите, скорость 0 вот здесь, то С у нас просто максимум. W0 пополам. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот здесь у нас потихоньку скорость от максимума падает до 0, а С у нас от 0 возрастает. Теперь давайте посмотрим в рамках вот этого рисунка, что здесь творится. А творится здесь вот что. Вот здесь при х равном нулю у нас всегда вот так W на 3, W на 3. То есть, вот так вот будет. Вот так. Ну, я имею в виду, кашей перешел. В противном случае, если в С, то это будет просто прямая линия. Ну, давайте, мы можем прямых линий. Вот так вот будет вести себя. И называется левая волна разрежена, потому что она идет просто налево по возмущению. Вот так вот. Это при разных Т. То есть, все больше и больше область она забирает, потому что х на Т константа, но х равняется константа умножить на Т. Вот так вот все идет. И вот так вот. И, наконец, найдем, чему равняется этот инвариант Риммана. Ну, инвариант Риммана считается по начальным данным, которые здесь у нас подставляем. Поэтому дубль в 0. Так, где вот у нас? Так. Вот он, вариантик. Поэтому дубль в 0. Это будет равняться скорость там 0. А здесь будет 2 корень из жх 0. Вот. Ну, если перейти к h, когда у нас, помните, да, у нас g h равняется c в квадрате, то h у нас квадратичный, будет такая парабола. Вот волна разрежения, пожалуйста. Это лавка дифференцируемая функция. Сюда не считают, здесь просто вот она выходит на это и на этом кончается. Дальше константа просто состоит из двух кусков. здесь, здесь, естественно, все производные нули. Вот ведет себя так. Ну, называется иногда задачка о разрушении плотины. Дескать, была плотина, потом она почему-то исчезла, и тогда вот как пойдет? Ну, пойдет вот так. Вот, пожалуйста. Я надеюсь, что будет понятно, как это сделано. Так, есть ли у вас вопросы? Что касается вот этой, это была левая волна разрежения. У нас такая волна идет туда. Вот это вот описывает правую волну разрежения. Это значит, что мы могли поставить условие вот так, и у нас пойдет волна разрежения направо. И вот самое интересное, что здесь вот одна и та же точечка, через которую проходят все эти вот такие вот. И даже если в параболическом виде, все равно такая парабола всегда идет через эту точку. Но область такого все время расширяется. Пожалуйста. Ну, можно добавить здесь скорость, что движение. Единственное, скорость не должна быть достаточно большой, потому что если она будет 2 на корень сжаж, тогда просто очень быстро будет уходить. Ну, ладно, неважно. В общем, короче, можно еще и скорость добавить здесь при начальном распряжении. Вот такая, я надеюсь, это будет понятно тем, кто спрашивал так и посмотрит. Так, сейчас посмотрю, все ли я расскажу по этому поводу. Так, значит, это мы посмотрели, это мы посмотрели. Если что-то непонятно, спрашивайте, пожалуйста. вот, ну, она в газовой динамике волноразрежная, повторяю, в идеальном МГД, ну, и там еще во всех себе уважающих системах уравнений, но которые, скажем так, гиперболического типа, то есть, которые выражают суперпозицию уравнения переноса. Ну, вот как-то так. Следующая, вот какая, вопрос возник. Так, тоже вопрос. Это другой человек, просто, он вот что, спросил, как насчет вот этого решать в уравнении. Ну, там было сказано, что там у Петровского что-то есть. Ну, я тоже понимаю, так что-то человек решает там. И вот он, у него, когда он выводил все это, там была небольшая ошибка. Давайте мы посмотрим. Итак, значит, вот примеры автомодельных решений, вернее, автомодельных, сначала переменных, а потом автомодельных решений. Вот это волна Риммана. Дальше, чуть позже, мы рассмотрим для вот этой системы уравнений х-λмдт, то есть, бегущую волну. Но это немножко попозже. То есть, вот для этой же системы уравнений рассмотрим. Сначала вот обратимся вот к этой. Квазилинейное одно уравнение в частных производных квазилинейное и неоднородное. Это такой высший, значит, пилотаж был в самом конце, обычно, в учебниках доводится, скажем, там, Филиппова, Петровского. Вот посмотрите. В прошлом занятии мы с вами занимались линейным уравнением с переменными коэффициентами. Вот я, давайте я выпишу. П равняется от единицы до Н. Здесь у нас будет Ф от П. Игрек ДУ ПД Игрек П равняется нулю. Ну, либо правая часть, давайте правую часть сделаем. Ф от Игрек вот это. Ну, и для нее оставили характеристическую систему уравнения, выписывали, находили, значит, первые интегралы и выписывали общее решение. Вот это вот уже уравнение, хоть оно и простенькое, и двучленное, оно на самом деле уже принадлежит квазилинейным уравнением. То есть коэффициенты зависят от искомой функции. Вот что такое квазилинейное. Более сложное. И свойства его несколько другие. То есть это будет Ф от П. Так, Ф от П сюда. Здесь у нас Игрек У. Здесь у нас ДУ по ДИгрек П. Здесь у нас Ф от Игрек У. Значит, Игрек, Игрек, вектор, вектор, вектор. Вот, смотрите, пожалуйста. То есть мало того, ну да, вот частный случай, пожалуйста, У по Т плюс У У Х равняется нулю. Пожалуйста, вот такое. Для этого уравнения, ну, там человек правильно делал, для того, чтобы найти решение, ищется решение У. Решение вот в таком виде. Ищется, посмотрите, пожалуйста. Решение ищется в неявном виде, вот таком. Игрек равняется ноль. Где У, там, зависит от всех переменных. Давайте посмотрим, что из этого следует. Так, вот у нас такая. Давайте продифференцируем по Д, по Д, по Д, Игрек, П. То есть, Д, по Д, Игрек, П. Вот это вот равенство ноль. Получаем. Д, В, по Д, У. Так, и Д, У, по Д, Игрек, П. Плюс, ну, по Д, Игрек, П. Дифференцируем. Здесь будет просто Д, В, по Д, Игрек, П. Равняется нулю. Ну, тогда отсюда, посмотрите, все Д, Игрек, Д, У, по Д, Игрек, П. Можно выразить, вот они будут, Д, У, по Д, Игрек, П. Равняется минус Д, В, по Д, Игрек, П. И Д, В, по Д, У. Подставляем в уравнение и получаем, как ни странно, немножко вот то же самое уравнение, но на одну переменную больше. Давайте подставим, посмотрим, что будет. И потом вот этим метам отрешаем. Вот она, посмотрите, что у нас будет. У нас будет, значит, подставляем вот сюда. П от единицы до Н. Здесь Ф от П, Игрек, У. Так, здесь у нас будет минус Д, В, по Д, Игрек, П. Так, это у нас суммируется, суммируется, суммируется. И в правой части Ф у нас от Игрек, У. И вот, домножить на Д, В, на Д, У. Здесь, В, здесь, В, вот сюда, В, не входит. То есть, вот, свелось вот к этому уравнению. Ну, оно решает следующим образом. Составляется характеристическая система уравнений. Так, это минус, давайте так вот я возьму, плюс, плюс, равняется нулю. Ну, мы выписываем, вот оно. У нас будет Игрек, П, с точкой, равняется Ф от П, от Игрек. Так, только У. П у нас от единички до Н меняется. И добавляется еще одно уравнение из-за вот этого. То есть, У у нас с точкой. Точка не обязательно время. Если у нас вот время, ну, такая другая перемена, там, КСИ, равняется Ф от Игрек, Игрек, У. Значит, находим здесь уже системка Н плюс 1 переменная. Поэтому существует Н уже интегралов. Н1, Игрек, У, Игрек, Н от Игрек, У. И выписываем уравнение. Нам нужно найти Дубль, В, равняется нулю. Ну, хорошо, вот и выписываем. Значит, функция от Н переменных. Так, у нас от Н переменных, да. А здесь будет интеграл 1 от Игрек, У. Плюс и так далее. Игрек, Н, Игрек, У равняется нулю. У входит сюда, сюда, сюда. Ну, можно относительно такого интеграла, если там какой-то важный, можно разрешить, ну, хотя бы локально и получить скандинь, И1 от Игрек, У равняется, здесь уже функция от Н минус одной переменной. Ну, в принципе, там задачу Каши можно порешать. А здесь будет от второго интеграла до Н. Ну, минус в том, что здесь вот У входит сюда, 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 сюда. Ну, она является алгебраическим таким уравнением относительно У от XT, который может просто найти. Вот давайте применим вот к тому, что здесь написано. Потому что здесь будет некая и драма идей, и некая неожиданность на самом деле. То есть квазилинейный объект, он, может, к сожалению, намного более сложный, чем линейная система уравнений с переменной кольцами. Итак, смотрите, У по Т плюс У у Х равняется нелинейное уравнение, ну, или, грубо говоря, квазилинейное, коэффициент зависит от У. Хорошо, вот по тому алгоритму, который там выписан, давайте поищем. И даже, знаете, что, потребуем, чтобы еще задачка Каши была. Х от Т равного нулю, скажем, пусть у ноль от Х. Ну, то есть начальный момент времени, пусть там у ноль от Х. Так, давайте посмотрим. Ну, ищем. Значит, решение такое, значит, W у нас, значит, будет от У, Х, Т равняется нулю. Ну, дифференцируем по Х, получаем. Так, W, давайте так, DW, ну, и так, DW. По У, так, здесь будет у нас, ДУ по ДХ плюс DW по ДХ равняется нулю. Ну, по Т то же самое. DW по ДУ. Здесь у нас будет ДУ по ДТ плюс DW по ДТ равняется нулю. Ну, хорошо, подставляем так и проверим, правильно? Так, по ДУ дифференцируем, по Х, по Х на ноль, ДУ. Так, по ДУ, ДУ по ДТ. Хорошо, подставляем исходное уравнение. Так, У по Т у нас, вот он. Получается DW по ДТ плюс У. Здесь W по ДХ. А здесь была вот ошибка человека, который делал. Здесь 0W на ДУ. Вот это надо оставить, потому что там не хватало переменных. Так, уравнение у нас линейное, переменные коэффициентами. Выписываем характеристическую системку. Т штрих, ну, по КС, например, равняется единичке. Здесь единичка. Здесь у нас Х штрих по КС равняется У. А здесь у нас, вот что будет, У по КС равняется нулю. Ну, то есть, если даже правая часть нулевая, ее не надо избегать. Давайте посмотрим, что получилось. Так, это я тогда убираю. Получилось вот что. Т у нас интегрируем. Здесь все легко интегрируется. Будет КС плюс С1. Второе уравнение будет Х равняется У КС плюс С2. И еще У равняется константе. То бишь и два. Сумный же прям у нас, отыграл готовый. Значит, здесь домножаем на У и вычитаем. И тогда отсюда, ну, от КС избавляемся и получаем вот что. Х минус У на Т. Итак, решение вот того уравнения будет вот какой. Функция двух переменных. Я двоечкой просто обозову. У. Так, а здесь у нас будет Х минус У на Т равняется нулю. Ну, вот здесь У я могу разрешить вообще это уравнение. Поэтому у нас получается У равняется Ф от Х минус Ут. И с учетом того, что у нас при Т равном нулю будет У0 от Х, получаем вот такое алгебраическое У. Ноль. Такое соотношение Х минус Лянда У. Где У и вот здесь, и здесь. Здесь У равняется У от Хт. Вот такое отмерение соотношение. Так, ну, здесь такое впечатление может быть, что нет ли здесь какой-нибудь подвох. Давайте проверим, действительно ли вот это вот, то, что мы нашли, удовлетворяет исходное уравнение. То есть вот У от Хт равняется У0. Ну, это начальное условие, просто при Т равном нулю. И здесь у нас будет Х минус У от Хт и на Т. Действительно, вот это будет решение. Ну, это люди, которые не верят в всевозможные интегралы. Ну, давайте просто продифференцируем, посмотрим, действительно ли будет удовлетворять. Смотрите, У штрих по Т. Дифференцируем. Считаю, что все гладко, все хорошо. В чем мы получаем? У ноль штрих. Это вот по всей вот этой переменной. Дифференцируем. Умножить. Так, дифференцируем по Т. Здесь будет минус У по Т на Т. Минус У. А, ну все. Теперь Ух. Давайте продифференцируем. Ну, У ноль штрих. Правая часть. Это по всей вот этой переменной. А в скобочках будет единичка. Минус У штрих по Х на Т. Ну, в принципе, если это равенство есть, то оно есть. Теперь вот здесь домножим-ка на У. Здесь домножим на У. И сложим. Вот это у нас сокращается. А здесь остается, посмотрите, что УТ плюс У УХ равняется У ноль штрих. И помножить. Теперь смотрим, что на скобках будет. Так. У нас будет, во-первых, минус Т. А здесь останется УТ плюс У УХ. Вот так. Отсюда получается, что УТ плюс У УХ умножить на такую скобочку. Один плюс У ноль штрих. Это произведено по всей на Т. Т равняется нулю. Ну, при Т равно нулю, естественно, это будет ноль. Да, он удовлетворяет. Ну, и там вот удовлетворяет до тех пор, пока вот это, быть может, не обратится в бесконечность. Ой, вернее, не обратится в ноль. Вот здесь начинается вот какая сложность. Все, что вот здесь сделано, и вот когда в виде такого интегральчика искала, предполагается, что функция гладко дифференцированная. То есть производная от них будет у нас функция непрерывной. Ну, вот выясняется, что вот это вот уравнение, оно, все говорят, имеет и разрывное решение. И поэтому все вот эти интегралы, все вот эти соотношения, они просто на нем негодны. Они просто не работают. Они даже его вообще не дают. Вот, я просто могу показать, какие, значит, решения. Вот это уравнение простенькое вроде бы. Вот, значит, у нас ось. Если мы зададим вот такую ступенечку, то у нас просто это будет ступенечка бежать вот так вот со скоростью там. Ну, вот, у, которая здесь была, вот у нас с такой скоростью будет бежать. То есть разрыв распространяется. Если у нас вот такая ступенечка, то вообще говоря, вот какая будет ступенечка, будет убегать, а здесь будет как бы волна разрежено садиться. То есть решение будет вот такое вот. И вот это вот все время будет все больше и больше становиться. Вот любопытно вот что. Вот эти вот неустойчивые, вернее, вот это вот уравнение, оно забывает о начальных условиях. Поэтому вообще-то считать, что принципиально неосуществимо вот что. По начальным условиям выписать решение через какое-то там, для какого-то времени. Посмотрите, пожалуйста. Вот если мы зададим треугольничек вот такой вот в качестве начального условия, ну, здесь 0,0, а здесь треугольничек. Вы знаете, как ведется решение? Вот этот треугольничек ведется и вот так вот, он сдвигается. Высота остается тем же самым до тех пор, пока не будет вот так вот. А после этого он ведется вот так. Площадь под кривой остается константа, треугольничек идет. И, пожалуйста, он забыл, что, скажем, он было либо это, либо это, либо это начальное условие. А здесь вот разрывчик идет. Почему это так? Почему это образуется? А вот посмотрите как. Римман, ну, я немножко сейчас упрощу то, что он сделал. Давайте посмотрим, как вообще ведутся производные вот в этом уравнении. Я беру, продефинцирую. Ух штрих по Т. Здесь будет У, У, Х, Х. А здесь будет У, Х квадрат. Или П по Т. П это производная. Плюс У, У, Х. Плюс П в квадрате. Равняется нулю. Ну, вот этим пренебрежем он, видите, в чем дело. Здесь, как бы, такой диссипативный член, он не влияет на максимум. Но, посмотрите, у нас остается вот такое любопытное уравнение, с которым мы сталкивались, и которое, вообще говоря, может быть непродолжаемым. То есть за конечное время решение П обращается в бесконечность, а наше П это производная. И называется то, что происходит градиентная катастрофа. Было гладкое решение. Потом оно ведет себя вот так, вот так, вот так. Здесь производная бесконечность. Вот оно и ведет себя вот здесь. Ну, это просто Римон, когда используют эти знания. Ну, единственная тут оценочка вот этого члена должна быть, что он не влияет на самом деле ни на чего. Так что вот они наши продолжаемые, непродолжаемые решения. Для производных идет себя. Так что вот этот объект оказался гораздо сложнее, чем это. Вот это вот только исключительно для гладких решений. Например, вот для таких будет. Для таких уже вот эти... Ну, для таких вот здесь годится. А здесь все, там решения нет. И вот этот уже... То есть мало того, что, значит, вот нет общего решения, еще и свойства такие вот забывают. И еще один минус у этого милого уравнения. Вот если вы положите, вообще говоря, вот так вот, такую... Ну, он больше нуля, поэтому все движется сюда. Вот такую ступеньку. И посмотрите такое формальное решение. То формальное решение может быть таким вот. Раз так вот эта вот ступенечка движется сюда. Если вы чуть-чуть возмутите, вот тогда она выйдет вот на вот такую волну разрезания. То есть мало того, что у нее есть еще и нефизические решения. То есть вот добавили только вазилинейное, значит, разрывное решение. Да еще и нефизические такие вот паразитные решения. Давайте посмотрим. Так чисто. А почему, собственно, паразитное решение возникает? Итак, вот нелинейное уравнение переноса. Скажите, пожалуйста, вот это вот уравнение описывает перенос. Ну, такой немножко нелинейный там. Вот там что-то движется, как-то взаимодействует. Если там несколько, то очень любопытно они ведут себя. Скажите, пожалуйста, чего здесь нет того, что всегда есть в природе, кроме, быть может, там процессов сверхтекучести? Там еще, что там есть у нас сверх еще, помимо текучести, сверхпроводимость там есть. А в остальном всегда это есть. Чего всегда есть? Ну? Чуть-чуть погромче. Ну, здесь и по С. Ну, вот самое простое. Ню у х х. Ну, может быть, там ню 4 у х х там. Ну, еще и четная производная. А может быть, что и дисперсия. Тогда нечетная производная. И вот смотрите, какая хитрость. Вот ню может быть очень маленьким. Какой-нибудь там 10 минус 8. В принципе, казалось бы, член этот мизернейший. Можно пренебречь. Но скажите, пожалуйста, если у вас диссипация есть, то что там происходит вообще в процессе? У вас уже, наверное, была там термодинамика, да? Все ли процессы обратимы? Вот такой вопрос. Когда у вас есть диссипация? Или есть запретная? Вот это, она производит как бы отбор решений. Некоторые процессы, значит, в одну сторону идут, а в другую не идут. Как только вы зачеркнули ее, а мы ее зачеркнули, там нет. Вот те монстры, которые там таились, они выполнены поверхности. И поэтому нужно будет еще вот в этом уравнении не только еще найти решение, а отобрать еще физически значимое. И должен сказать, что в любом себе уважающем квазилинейной уравнении, и даже, ну и уже система уравнения, обязательно есть нефизичное решение. И нужно будет правило отбора делать, чтобы это физичное решение. Вот такова плата за то, что диссипацию брали. Но с диссипацией решать гораздо труднее задачку. Упростили, получили за то монстр, с которым надо бороться. Так что здесь вот так вот несколько посложнее. И теперь давайте посмотрим. У нас есть уравнение мелкой воды. Давайте посмотрим решение в виде бегущей волны. Так, то есть, значит, давайте я просто вот взял. Я не помню, Рим он делал. Нет, по-моему, все-таки он волноразреженым занимался. То есть, итак, у нас есть в общем виде, давайте посмотрим, значит, у нас есть системка уравнение такая. У по Т плюс F от У штрих по Х равняется нулю. Ну, это в общем виде я записал уравнение. В частном случае вот это может быть, или уравнение у нас мелкой воды. Но давайте посмотрим, что творится, если у нас хотим найти решение в виде вот такой бегущей волны минус лям до Т. Существуют ли они? Ну, во-первых, здесь вот давайте сначала немножко кризис возник. Вот когда с этим, мало того, что там... На самом деле вот Рим он как бы это сделал. Часть была востребована, а часть нет. И только вот лет так, ну, после Второй мировой войны заботились вот такими вот. И там целая такая плеяда, школы возникли, работали. Дело в том, что связано с честными расчетами. Чтобы разная схема хорошо передавалась, нужны какие-то свойства, там, тесты. И вы, если уже много там не разработаны, опять вспомнили о работе Риммана. Вопрос вот какой. Что же тогда записывать? Если вот это решение, вернее, вот это уравнение, имеет разрывное решение, а как здесь понимать У штрих по Т и У штрих по Х? Вот такой был небольшой кризис возник. Ну, он разрешился там. Как вообще понимать, когда у вас, значит, разрывное решение? Как их дифференцировать? Здесь поступили следующим образом. Ну, на примере У по Т плюс У у Х равняется нулю. Давайте вот это уравнение проинтегрируем ДТ по ДХ и интегральчик, скажем, по квадратику. Да можно вообще потом и по произвольному. По ДХ, по ДТ. Ну, что мы получим? Мы получим У ДХ минус. Вот это представим как У в квадратике пополам. штрих по Х. И будет У в квадратике пополам и ДТ. Здесь у нас интегральчик по замкнутому контуру равняется нулю. Так, нужно пояснять, почему вот так вот. Из этого проинтегрируем получили это. Ну, вот на примере прямоугольничка давайте здесь. Вот здесь у нас будет У от Х2Т. Так, здесь у нас будет У от Х1Т. здесь у нас будет У от Т1Х. Здесь будет У от Т2Х. Ну, это я просто в системе коронат Х, У. Сделай, проинтегрирую. Давайте посмотрим. У по Т интегрируем. Значит, по Т что у нас будет? Проинтегрируем. Будет это и это. И по Х проинтегрируем. Вот он здесь и есть. ДУ по ДХ. Но, вот ДХ с положительным вот этот будет отрицательный. Минус У от Т2Х по ДХ. А этот будет с плюсом. У от Т1Х ДХ. Теперь вот здесь. У штрих по Х по ДХ. Вот здесь так и так. Это будет У в квадрате пополам. Здесь у нас будет в точке Х2Т. И так, надо так. ДТ с ДТ. Все правильно сделано. У Х по ДХ. Так. А, ну да. Здесь Т. Вот так вот. ДТ. И минус У в квадрате пополам. Х1 Т ДТ. Вот я просто аппроксимировал. Все это нарисовал по квадратику. Здесь просто в обратном положении. Поэтому вот так вот. ДХ квадрат. Вот. И вот это вот такое представление уже в виде интеграла. То есть интегральное уравнение. Оно ликвидировало это. Потому что, смотрите. Здесь могут быть У. Могут быть разрывы первого рода. Никаких производных здесь нет. Ну, значит, давайте просто уравнение, вернее решение, которое удовлетворяет вот этому. Назовем вообще говоря. Ну, решение вот исходного то уравнения. Ой, вернее так. Вот если у нас гладкие решения, то в предположении гладкости мы получаем вот это уравнение. А если не гладкое решение, ну, тогда вот решение вот это вот такое. Ну, грубо говоря, обобщенное решение. То есть имеющее разрывы первого рода. Здесь производных нет. И поэтому кризис так как-то аккуратненько рассосался. Потому что вообще говоря, неприятные такие вещи, что уравнение еще разрывы имеет, как их дифференцировать и так далее. И давайте посмотрим, что творится на разрыве. Пусть у нас идет... Так, ну, а здесь, соответственно, для вот такого более общей стенки уравнения, ну, что у нас будет? Опять то же самое. Интегральное уравнение получаем вот оно. Так, dx минус f штрих dt равняется 0. Вот. То есть вот такое интегральное. А вот есть у нас... Так, ладно. Все. Теперь давайте посмотрим. Пусть у нас идет разрыв. А какое условие на разрыве? Чтобы так сказать замкнуть. Пусть у нас разрыв бежит со скорости... Вернее, вот распространяется разрыв. Давайте введем переменную. Альфа. Разрыв бежит вот так. Значит, это у нас будет... И в это введем перпекулярную координату. Значит, это будет минус лямда х плюс t. Значит, у нас тут 1 минус 1 минус лямда. А здесь у нас минус лямда... А, нет, не нужно. Лямда 1. Да, они ортогональны. То есть привяжемся просто к разрыву. Если он бежит вот так. Давайте посмотрим. И выразим тогда у нас х. Чего у нас тут х-то будет? Так. Если домножить вот это на лямда и сложить... Значит, у нас будет плюс лямда бета на 1 плюс лямда в квадрате. И у нас t. Просто у нас вот в чем дело. У нас, как и было, вот здесь х, здесь у нас t. И вот как-то бежит разрыв вдоль этой... Х на t равняется конца. То есть он бежит вот так. И мы переходим к разрыву. И сейчас проинтегрируем вот это и увидим, какое условие на разрыве. Так, и t у нас равняется... Так, ну я не буду выписывать здесь, просто устно. Так, что-то получается, что у нас... Так, t у нас будет b... b минус лямда альфа. b минус лямда альфа на 1 плюс лямда в квадрате. Я вижу, хочу ввести новые координаты, чтобы привязать их вот к чему. Смотрите, вот у нас бежит разрыв. И я хочу вдоль вот этих координат сделать. Привязать его к разрыву. Поэтому один из них это х минус лямда t. Это бежит наш разрыв. Ну тут ортогонально к нему. И выражаю х и т. Все, и подставляю вот это уравнение. Давайте посмотрим, что у нас будет. Значит, dx у нас u. Так, ну давайте... Вот это 1 на 1 плюс лямда в квадрате. Он вытаскивается. u у нас dx. Это будет d альфа. плюс лямда d бета минус u в квадрате. Это вот умножается. u в квадрате пополам. И dt. Вот у нас d бета минус лямда d альфа и так далее. Все это равняется нулю. Ну давайте посмотрим, что будет. Здесь просто аналогично для этого общего. Так, у нас будет интегральчик u. лямда вот это у нас будет. И будет d бета вот этот. Минус u в квадрате пополам. d бета. И плюс у нас вот этот d альфа. Вот этот d альфа. Это будет u. Так, u у нас... Так, d альфа. А, плюс. плюс u в квадрате пополам. Лямда d альфа. Равняется нулю. И так у нас вот как. Вот есть разрыв. Так, у нас... Вот это вот у нас... По-моему, альфа. Это у нас бета. Так, по-моему, да? Сейчас стоит сообразить. Значит, x у нас... x альфа равняется x минус лямда t. Значит, он бежит вот так. Нет, по-моему, вот так вот. Сейчас разрыв альфа, бета. Сейчас, по-моему, да это сообразить. d бета. Так, ну и давайте вот разрыв проинтегрируем. По обоим сторонам. Здесь что-то одно, здесь одно. До разрыва, после разрыва. Так, что у нас будет? Значит, если мы интегрируем по альфа, вот это вот равняется вот этому. Так, он сократится. А здесь у нас по обоим сторонам будет. И вот что получается, что если у вас есть разрыв, то вот что будет. у1 минус у2 должен равняться у1 в квадрате минус у2 в квадрате пополам. Ну, здесь аналогично для этого более сложного случая. У нас будет лямбда дельта у. Это приращение до и после разрывчика. Здесь у нас дельта f. Отсюда самое интересное. Для этого случая, смотрите, лямбда равняется у1 плюс у2 пополам. То есть разрыв бежит. Вот здесь 0, а здесь вот эта высота. То есть скорость будет, амплитуда пополам. И все время будет падать, падать, падать. Ну, здесь у нас одинаковая скорость. Так далее. Так вот, уравнение мелкой воды, оно принадлежит вот этому типу, более общему уравнению. Так, и если у нас есть ступенька, для которой выполнены вот эти условия, то есть лямбда у1 минус у2 равняется f от у1. Это до разрыва, после разрыва. Минус f от у2. Пусть начальное условие, вот так, то ли. Тогда вот эта вот ступенька. Здесь у нас, скажем, двоечка. Ну, скажем так, у2, здесь у1. Если я связан, вот эта ступенька будет без изменения своей скорости, ой, без изменения всего, просто со скоростью x минус лямбда t вот с этой скоростью перемещаться. Так что и уравнение вот мелкой воды имеет и волны Риммана, которые от автомодельной перемены x на t зависят, и имеет также решение в виде бегущей волны. А если у вас произвольно какие-то начальные данные, то там вот что происходит. Там возникает комбинация волны разрежения, потом областей постоянного давления, потому что у константа является решение просто уравнения, как и если в это уравнение подставить у константа, нужно решение уравнения. Вот здесь константа и есть на решение уравнения. Так, волна разрежения, константа и бегущей волны. Их не больше трех конфигураций. Вот такое простенькое уравнение, но уже квазелинейное, оно попортило немало крови, потому что оно достаточно... Вот где-то лет 50 назад была такая сборная книжка, это рождественские ненки, это меня спросили, там я сказал, называют системы квазелинейных уравнений. Они посвящены исключительно вот систему уравнения, да и то не всем, когда знаешь коэффициентики у. И оказывается, и она там 687 страниц, значит 700 страниц выяснилось. Но и то там далеко не все. То есть вот тут... Так что вот это уравнение нелинейное, ну, в общем, так прям нещерпаемо какая там. Много чего там есть. Другое дело, что та школа, как-то они, люди ушли, ну, там по естественным причинам, а новых там нет, потому что нелинейное уравнение, я бы сказал, что это... Ну, очень сложно просто. То есть должна быть все-таки достаточно большая удареная, чтобы с ним поработать. Вот. Так, ну вот в основном все, что автомодельных решений и решений квазелинейных уравнений, я вам рассказал, что здесь положение на самом деле достаточно сложное. То есть ударные волны могут ходить, ну, вернее там... И еще вот худо то, что могут быть нефизичные решения. На третьем курсе там чисто будете рассчитывать вот такого рода уравнение. И в чистом счете тоже могут возникать нефизичные решения, но если ошибок нет в программе, потому что они исконно присутствуют в нем. У вас нет диссипации, беспокойтесь, у вас может появиться... И появляются они больше тогда, когда совсем это не нужно. Такое есть свойство у них. Там все хорошо, нет, так приходит и... Ну, вот такая вот, значит, квазелинейная. Дальше у нас так. Дальше мы как бы в черне программку рассказано, а дальше несколько пунктов есть, их достаточно много, которые называются по... Что там? По лектору... По усмотрению лектора. Это функция бесселя, это краевая задача, когда маленький-малый параметр при второй производной. Это у нас... Ну, а симпатический метод разложения, ну, это, по-моему, параметр-то немножко было, элементы, там даже в первом задании второго семестра было. Потом еще вот такие вот темы. Как-то... Все темы эти нельзя делать, чего как-то... Пожелания какие будут? Какую тему мы можем рассмотреть? Нужно сказать, это ужатая тема, потому что все мы рассмотреть не можем. Что вам ближе, что, так сказать, хотим услышать? В принципе, по всем. Можно что рассказать? Дело в том, что у вас... Вот я немножко под сомнением. Вот в чем дело. Во-первых, тоже есть такие книжки, которые сборные называются «Теория Бессельных функций». Восемьсот страниц. За 250 лет что сделал? Ватсон просто собрал там все это. Там масса-масса очень любопытных вещей. Но на третьем курсе, в курсе уравнения математической физики, Бессель просто так даже в контрольных работах будет входить. То есть просто разложите, посмотрите и по ЖН разложите. У них между собой есть они... Вы знаете, да, что они ортогональны между собой. Ну, у них уезде... Ну, то есть... Ну, интеграл от ЖН и... То есть у вас там... ЖН от Х, ЖМ от Х. Если Н не равняется Н, то, в принципе, нолик. Но у них есть подводные камни, которые вам не расскажут. Дело в том, что ноль можно разложить с нулевыми коэффициентами по Бесселю. А существует разложение? Да. Коэффициенты не нулевые. То есть у них неоднозначно раскладывается. Радость такая очень. Вот. То есть на третьем курсе вы системно их изучаете. Может, сейчас как-то не надо? Потому что... Так, что еще есть? Есть, значит, кровавые задачи со вторым там производным. И эпсиум малый параметр при старших производных. Это не то, что там при младших производных там разложить по нему можно. А здесь, грубо говоря, эпсиум, скажем, там УХХ. Если малый параметр сможет, он в правую часть вот так вот попадает. Но по нему не шибко разложен. Вот какая-то так есть. Так, потом асимптотически это когда у вас там все нормально, просто по мю. Эф от мю. Вот здесь зависит параметр. Ну, вроде задачи были. Пожалуйста, раскладываем по мю. Вряд Теллора все раскладывается. Если у вас функции были непрерывные по мю, то и результат будет непрерывный по мю. А если они едино же дифференцированы, то по мю тоже дифференцированы. Так, что еще есть? Ну, давайте я лучше что-нибудь выберу, потому что все охватить там нельзя. Но я посмотрю, что можно. Вот. Вот такая, значит, посмотрите, вот автомодельная. Позволяет свести. Ну, и вообще так, давайте напишу условно. Значит, вот дифференциальное уравнение есть. Ну, как бы многоугольничек. И он подпитывается, его подпитывает, значит, много-много окружающих дисциплин. Ну, одна из них это уравнение частных производных. Частные производные. То есть они на интегралах дифференциальных уравнений основные можно получить вот для одного уравнения выражение. Ну, вот видите, вот уравнение частных производных можно свести к ОДУ. Это будет, можно, конечно, частным назвать, но давайте так, отдельное решение. Потому что частное у нас немножко другое, то, которое к общему там добавляется в линейных уравнениях. Отдельное решение можно поискать. И такие важные, как типа солитон, например. Вот. Потом есть у нас здесь динамические системы. Это что-то на верхнем слое равняется L от X. Причем это может быть такое, например, XN плюс 1 равняется F от XN. Даже вот такие входят. То есть то, что на верхнем слое по времени однозначно определяется вот такие. Самые общие слои динамической системы. Динамические системы. Так, что у нас еще тут есть? Ну, вариационное исчисление. Оно сводится к обыкновенным дифференциальным уравнениям. Если там нет производных по другим переменам, значит, вариационное исчисление. Так, что у нас еще? Ну, краевые задачи вы изучаете на третьем курсе в Урматах. Достаточно там и в круге считаете, и там на полуплоскость. Ну, то есть вот много-много дисциплин, которые еще за... Ну, устойчивость тут все входит. Потому что мало того, что функция Липунова есть, есть функция еще Читаева, которая спустя век... Нет, век лет 50 просто сделал. Он изучал неустойчивость, но по Липунову. То есть вот такая вот. Так что, как видите, здесь много чего. Ну, давайте я на следующем как-то что-то посмотрю, что можно будет так компактненько сделать. Потому что есть очень большие темы. Вот, скажем, есть подстановки. Вот у нас в первом семестре было так, что вот есть такие инвариантные подстановки, о, тогда можно понизить порядок. В принципе, там сделано кое-что, и немало. То есть такие группы подстановок смотрятся. То есть если есть симметрия, о, можно там сразу выписать интегрирующий множитель. Минус только в том, что самое простое изложение, компактное и полное с примерами, это вообще 200 страниц книги. Такой минус есть. Поэтому я, конечно, посмотрю, чтобы там несколько примеров, но чтобы... Ну, это просто вот алгебры подстановок, там с Офусом Ли связаны и так далее. Но, в принципе, у вас факультетский курс есть, вообще-то говоря. Можно походить, посмотреть. Ну, может, я посмотрю, представление получить хотя бы как... Потому что у нас были как бы как рецепты. Вот тут так делать, тут так, тут так. А просто такой, а откуда они взялись-то? Да я могу сразу сказать. Те нашлись опытными людьми, которые смотрели, смотрели, нашли. Но потом сейчас современные есть, которые подбирают симметрии, но оказывается, чем выше порядок, тем труднее найти эту симметрию. Потому что там число уравнений гораздо сложнее, чем исходное обыкновенное дифференциальное уравнение. И число дифференциальных уравнений в справочнике увеличилось примерно 4-5 раз. Но за счет уравнений не второго, потому что второе уравнение второго порядка очень хорошо исследовано, потому что это Ньютон, второй закон. Зато добавили третий и четвертый порядок. Когда смотришь на них, это просто сюрреализм. Потому что их подбирали так, чтобы симметрия была, и тогда можно понизить порядок. Но ни в каких задачах они вроде не находились. Поэтому будет для них востребован немножко такой формальный подход. То есть подбираем уравнение под симметрию. О, вот здесь можно вот так найти. Это длился бум 20 лет, с 70 по 90 год. И зачах. Все. Исчерпались то, что можно руками пока найти. Ну давайте я посмотрю, что это. И если нужна какая-то лекция, чтобы повторить, может там по вариационному исчислению. Все-таки я под программку там делал, чтобы в прошлом семестре под теоретически там тер механика была. Если надо, можно повторить и вновь. Потому что в этом семестре тоже вариационное исчисление не будет. Тичет как-то малого задачка. Ну давайте я что-нибудь подготовлю, посмотрю. А Бессель у вас как-то там широко входит? А не хватает, скажем, там математического сборника, что Бессель это то-то, то-то, и у него имеется пара функций. Независимо. Нейман и Бессель. Неймана там у него сингулярность. Ну это у вас доказывал, что он говорит, ну именно. И Бессель может заглянуть в справочник, что вот у него, значит, они автогонально. Можно разложить. Ну у меня есть как бы облако, и там лежит Ватсон, вот его там 800 страниц, теория Бесселя в фронте. Можно скачать просто, потому что она вообще как справочное издание. Или нет? Или я могу выложить? Но там еще вопрос такой, что искать по нему трудно, потому что это много сотен страниц. Но, по-моему, в цифровой библиотеке себе надо иметь с Бессель столкнулись. Просто там вот с чем дело. Там только не все, там формулировки теорем, и иногда краткие доказательства. Там только основные доказательства. Все остальное как справочник идет. Вот так, вот так, вот так, вот так. И ссылка где-то было сделано. И набралось вот столько. А второй том, это таблицы. Бесселевых функций, это еще там несколько сотен страниц. Ну, он собрал, он как бы в 50-х годах, прошлого столетия, он собрал за 250 лет все, что по Бесселе сделано. И так это обобщение. Оказывается, ничего себе-то Бессель-то. Только Бессель. А еще Ири, Матье, там еще немного функций. Полиномы, возможно. Ну, спецфункций там много, несколько десятков. Так, ну вот, я посмотрю тогда, может Бессель, если надо, то надо. Может быть просто, все-таки я посмотрю, может быть можно это группки изложить, все-таки, ну, максимум за пару лекций. Примеры, как вот эти вот симметрии ищется. Ну, если нет, тогда Бессель-бой. Ну, книжечки я тоже могу выложить в облако, там где хороший учебник, скажем, и Борогимова, там изложено очень хорошо. Ну, как-то так.